Дорогие соотечественники, вот и прошел 2017 год. Год сложный, год непростой. Но этот год навсегда запомнится всем тем, что человечество наконец осознало, что монополярный мир окончательно рухнул. Не получается командовать миром с одного единственного дома на холме. Не получается. Это проявляется в том, что мы видим эскалацию истерии, во-первых, в медийных средствах. Мы видим рост различного рода фейков, инсинуаций. Это все признаки истерии. Мы видим и другое. Мы видим, как меняются экономические полюсы. И в конце концов мы видим, как меняется поведение элит. И как на карте мира появляются новые элиты. Вот для того, чтобы понять, что сейчас происходит, через какую опасную фазу проходит человечество, а фаза слома, фаза перелома, она всегда опасная, мы пригласили в студию нашего доброго, знакомого, мудрого человека Валерия Демидевского. Валерий. Спасибо за приглашение. Куда же ты денешься? Новый год на носу по-старому. Да. Надо подводить итоги. Поздравлять наших телезрителей с тем, что год прошел, и новый наступил, и мы от него многого ожидаем. Многие говорят, что он будет переломным в истории нашей страны. Я думаю, что... Поживем в Вене. Да. То есть у нас получается шлейф. 17-й год был переломным в мировом плане, особенно, мне кажется, пиком. Это вот конфликт США-Северная Корея. Это показало, что, оказывается, уже дракона не все боятся. Оказывается, вот так вот, да мы вас. А тут в ответ этот пончик. И что ты, старикашка, мне сделаешь? То есть, о чем это говорит? Это понятно, что маленькая страна, азиатская. Но мы помним, тоже с Вьетнамом было, и с Афганом. То есть, есть народы, которых не так легко запугать. Но там, я не сомневаюсь, что если бы американцы и северокорейцы были один на один, и не существовало никого больше в мире, то американцам, конечно, бы не составило труда стереть Северную Корею с земли. А тут Китай рядышком. Но завязаны интересы. Есть и Китай, есть и Россия, есть и Япония, есть и Южная Корея, есть и Индия, есть и сейчас очень многие страны, которые уже сегодня там в азиатском регионе завязаны на их интересах. И там просто не начудишь. Да, да. Авианосцы. И вдруг даже те люди, которые взяли на себя такую, как бы, ношу, миссию, да, быть. Их никто, правда, не просил. Да, их никто не просил. Мы помним заявление Мадвина Олбрайт. Помнишь, когда она сказала, что мы самые сильные, мы видим дальше всех, мы себе можем позволить, командовать, указывать и так далее, и так далее. Мне Олбрайт больше всего понравилось, когда она говорила, что там в России, это Сибирь, как-то немного ли ей? Это, кстати, было завершением ее карьеры. Понимаете, но по большому счету ведь и тут, конечно, их понять можно. Одна шестая часть суши, да, где-то 20-30% минеральных ресурсов, да, и живет всего лишь 2-3% населения Земли. Многим кажется это несправедливым. Понимаете, хочется, как всегда, говорится, переделить. Понимаете, вот, поэтому... Причем пограбили местные олигархи, а международные ТНК спрашивают, это наша доля. Да, да, тем более в 90-е годы все так хорошо складывалось. Россияне действительно были, так сказать, обработаны хорошо пропагандой. Если журналистов в советские времена отправляли искать там несчастных американцев, то после перестройки Горбачева Запад был представлен как некий такой рай, да, где все справедливо, все хорошо, все прекрасно. И все забыли про старый такой, знаешь, советский анекдот, когда человек попал в рай, ему надоело, он всю жизнь себя хорошо вел, да, и вдруг там столкнулся с тем, что там манная каша на завтрак, песни, птички чирикуют, и что-то не то. И вдруг он выскочил там черт из-под кустов и говорит, слушай, что ты здесь делаешь, давай в ад, вот, спустишься, посмотришь на один день, не понравится, вернешься обратно. Он спустился там действительно, бары, пьянки, гулянки, нюхают, пьют девочки, дискотеки и так далее. Ему так было здорово всю ночь, что он вернулся под утро и попросил Бога, Боже, отпусти меня, какой был дурак, что я всю жизнь страдал и хотел попасть в рай. Но Бог сказал ему, ты смотри, говорит, обратно-возвратно не будет. Он плюнул, нырнул обратно в рай и попал сразу на сковороду. В ад ты имеешь в виду? Да, в ад, в ад, и сразу попал на сковороду. И когда он там начал возмущаться, подождите, а где девочки, где бары, почему сковорода, ему сказали, а ты не путай постоянное место жительства, говорит, с туризмом. Вот, понимаете, да, вот поэтому у нас очень многие люди, которые попадают за рубеж по каким-то там грантам и так далее. На витрины смотрят. Да, да, они смотрят на витрины, их там приглашают, поселяют и так далее. Но другое совсем дело приехать туда и попытаться там адаптироваться, найти себя. А далеко не у всех получается, да это даже, я скажу больше, не получится далеко у тех, кто там всегда живет. Далеко не. Которые уж, казалось, знают все правила игры. Поэтому, да, вот в 90-е годы, конечно, нас в Нижней Америке в России смотрели с очарованием, да, и думали. Ну, и вы помните, Козырева, да, который говорил, мы даже не имеем своих интересов. У нас общечеловеческие, демократические интересы, чтобы... Короче, берите, что угодно. То есть мы жили, как вот и мы сегодня. Помнишь, берите свободы сколько, берите себе что угодно. Мы жили, в 90-е годы в России жили примерно так, как живут сегодня у нас в Молдове, с надеждой на сильный, крепкий Запад. Да, вот что он знает, что делать, и надо только просто перенимать эту кальку с него, и все будет хорошо. И тупо следовать в Орватере. И указанием, да. Все. Указанием, вот делайте это, делайте это. И все будет хорошо. Все рухнуло после Югославии, после мурдировки Югославии. Вдруг все как очнулись и поняли, что, оказывается, крохотил не ловится, не растет кокос, как в старой песне, да. Страна нещает. И просветающая страна превратилась в груду развалин. В груду развалин превращается. И оказывается, все, кто говорили о мире и так далее, постепенно тебя обкладывают, как медведя, да, вот со всех сторон. А в Югославии еще конкретно бомбили. Да, бомбили, потом последовал Ирак, потом последовали другие, которые отбили, так сказать, веру в справедливость монополярного мира и на нужду следовать в Орватере. Такое, конечно, может себе позволить такие большие страны, как Китай, Индия, Россия. Нам сложнее, да, мы до сих пор еще следуем. Часто бывает, наверное, тебе задают тот же вопрос, что и мне. Часто, вы знаете, увидят один раз человека по телевизору и почему-то увидят... Да, ну да, что будет теперь. Да, возникает такое впечатление, что эти люди все знают. Они не знают, что мы сами ничего не знаем, не знаем ответа на все вопросы. Часто такое случается. И вот ты знаешь, когда тебе задают этот вопрос, вот на этот вопрос я нашел универсальный ответ. Я всегда говорю, вы знаете, спектакль этот будет проложаться до тех пор, пока его будут оплачивать зрители. Если зрители согласны платить за билеты даже той ценой, уезжая из страны, отправляя своих жен, детей на тяжелую работу... Короче, ты намекаешь телезрителю, пока ты этого будешь желать, это будет. Да, нельзя обвинять. Или не будешь сопротивляться. Нельзя обвинять, как мы с тобой говорили в той китайской притче, да, когда чиновники потеряли стыд. Нельзя обвинять чиновников в том, что они потеряли стыд. На это были причины. Да, на это были причины. Кто-то тепел. Им это позволяет, да. Да, нет. Да, вот я вот на днях побывал в одной районной больнице, где увидел действительно такую разруху. Я помню, там лежал, когда там в советские времена мой отец, его туда увозили на вертолете в Кишинев. Типа что было тогда или что сейчас. Да, да, да. И сейчас я прошел, увидел разрушающее здание, где там двери завязаны проволоками. Вам жады? Ну, страшно, да. И очень легко ответить на вопрос, куда делись деньги, да, и почему это здание в таком состоянии. Оно вокруг окружено, как и у нас. Вот если вы поедете на горку Краснодарской больницы, вы увидите кучу шикарнейших особняков, да, которые построены людьми, которые наверняка отвечают за проблемы здравоохранения в стране. Если эти люди себе позволяют это... То есть ты имеешь в виду, что чуть ли не там окружают эту больницу, похожую ныне на бомжатник, никогда приличную? Я не могу обвинять... Я не могу обвинять... Но ты, как зная сам из тех мест, ты точно знаешь, что эти дома построили те, кто руководил этой больницей. Ну, люди же разговаривают, встречают, рассказывают... А от людей не спрячешься. Да, 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 от людей не спрячешься. Этот работает тем, этот работает тем. Поэтому я хочу сказать, что нельзя обвинять чиновников в том, что они себе позволяют. Любой человек хочет иметь многоэтажный дом. Они позволяют себе, когда мы им позволяем. Абсолютно. Вот в чем... Нет, очень мало надежды у людей, которые не хотят иметь большой дом, шикарную машину, много денег, хорошо отдыхать и так далее, и так далее. Когда все вокруг идет это соревнование, да, кто больше, кому утрет, да, поставили наши свадьбы, куматрии и так далее, и так далее. То есть обвинять их в этом нельзя. Но если наши люди это позволяют с собой делать, да, так почему же винить их? Знаете, они, как я часто говорил, как в той песне Остапа Бендера, да, мне позволяет, я не в силах отказаться. И другое, меня еще одна вещь удивляет. Если ты помнишь в «12 стульях» тот же Остап Бендер, когда дурил вот этих людей из «Меча и Орала», да, который он собрал, да, он сказал знаменитую фразу «Запад с нами, Европа нам поможет», да. И эта фраза оказалась вечной. Так нет, понимаешь... Она оказалась к случаю, спонтанная. Нет, ты понимаешь, но тогда над этой фразой смеяла вся страна. А в наши времена почему-то многие в это верят, а некоторые даже предлагают сделать национальные идеи. И у меня возник вопрос, а что стало с нашими людьми? Они потеряли чувство юмора, здравого смысла. Внимание, а сейчас реально от этой фразы, от того, что в нее поверили западно, реально плачут. Вот этот бомжатник, это тоже из вот этой серии «Запад нам поможет», между прочим. Ну да, мы радуемся, вот мы едем по дороге. Вот эта дорога построена с помощью Кусу-Порту, Попору-Американ. Прекрасно. Или великолепно. Но у меня возникает вопрос. За 25 лет независимости мы могли построить, хотя бы отремонтировать те дороги, которые остались у нас после советской, как говорит Михаил Тедорович Гимпу, после советской оккупации. Вот на днях мы... Кстати, от Гимпу, Шалару, от братва дорогами занималась. Да, 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 да. Ну, я хочу сказать, что на днях мы... Вот президент в своем фейсбуке, я заметил, он разместил такое, как бы, свои мысли о Иване Бодюле, да, что вот исполнилось 100 лет и неплохо было бы каким-то образом отметить память этого человека, да. И в фейсбуке началась целая такая полемика, да. Вот. Полемика. Я увидел несколько постов, которые выставили представители творческой интеллигенции. Они вспомнили, что действительно прибодили, страну вынуждены покинуть и ондруцы, и унгуряны, и очень многие наши идеи и культуры. А сейчас все вынуждены ее покинуть. Нет, я написал свой пост тоже в фейсбуке. Я написал, что это, конечно, плохо, что они уехали. Но нынешняя власть, да, говорит о том, что выгнала вообще половину населения страны. Вот об этом мы и говорим. И при этом те критики Бодюла, которых мы каждый день видим на экране, слюной буквально брыжут, говоря, что это история успеха, да, вот, в конце концов. Потом давай скажем так, вспомним времена Бодюла. Да, при Бодиле республика действительно достигла определенных успехов. И Кишинев стал белым городом. Да, и Кишинев стал белым городом и так далее. Но я думаю, что сегодня каждый из наших гастарбайтеров мечтал бы, да, чтобы его выслали из страны, таким же образом, как высылали этих творческих людей. Многие из которых с предоставлением квартиры в Москве, работы и так далее, где они достигли больших высотств, они творческих, и благодаря их таланту. Они талантливые люди, безусловно, да. Но, тем не менее, они там как бы развернулись, и многие до сих пор не торопятся покидать эту Бодилскую ссылку. Так и живут на два дома в Москве и в Кишиневе, в сытной Москве и в Кишиневе, ругая ту же Москву зачастую в спину, скажем так, да. Вот, поэтому я говорю, что вот все познается в сравнении. Тут редко можно сказать, что, вот, знаете, вот это плохо, это черное, это белое. Существует все-таки более полутона. Вот, поэтому, конечно... Это иллюзия основная, что Запад нам поможет, которая, как ты правильно сказал, эта фраза родилась в бессмертном творении наших великих сатириков. Она из такой случайной фразы... Стала, что не стала на Солидии. За державу обидно. Да. Ведь тоже она как бы мельком в фильме промелькнула, а ведь она стала, ну, не знаю, слоганом, она стала чем-то таким очень серьезным. Да, и если мы вспомним... За державу обидно. Да, да. Почему обидно? Когда ты зашел в эту больницу, превращенную в бомжатник, нам обидно за державу, которую мы сами раздраконили, раздеребанили и потеряли. Мы же все родом. Вместо того, чтобы идти по тому же пути, по которому пошел мудрый Китай, а он посмотрел, что получило, нужна была реформация реальная, вот как сделали китайцы. Фактически нужен был новый НЭП, новая экономическая политика по-новому. Китайцы это сделали, и мы видим результаты. А мы пошли по лукавому пути. Запад нам поможет, а мы, так сказать, ребята, вот надо копировать слепо их стандарты. А в результате началась разруха, которая закончилась разворованием государственного имущества. Помнишь, как опять их бессмертная одна цитата. И поэтому хотелось, чтобы год прошел, чтобы люди еще раз задумались, люди добрые, перестаньте верить в эти дурацкие слоганы. Никто вам не поможет, ни Запад, ни вообще никто. Человек знает одно, тебя уважают только тогда, когда ты сам что-то производишь, когда ты полезен, когда ты что-то... А когда ты как по берушке ходишь, это заканчивается... Вот представь себе, вот есть дом, где народ... Я помню, зашел недавно в одну квартиру, ужаснулся. Валера, можешь себе представить? Пол ломиком или чем выдран. Я говорю, а зачем вы это сделали? А паркет? А с паркетом что сделали? Продали. А я уже не спрашивала, деньги куда ушли, потому что куча бутылок там под столом и везде. Говорила, вот такие хозяева. То есть сами стали у себя паркет выламывать, двери, там я не знаю, что еще. И после этого мы хотим, чтобы нас уважали, чтобы с нами считали. Ты знаешь, лучше, наверное, всего об этом сказал... Но ты согласен, что мы сделали то же самое. Он говорил, что не стыдно быть бедным, потому что от сумы, от тюрьмы... Никто не застраховывает. Пример нашей страны, никто не застраховывает. Стыдно быть дешевым. Стыдно не иметь достоинства. Даже бедный человек, который попал в беду, если у него сохраняется какое-то достоинство, он вызывает уважение. Даже если он нещий, даже если он бедный. Не вызывает уважение человек недостойный, который, как бы, знаешь, ведет себя дешево, готов продаться за 2 копейки. К сожалению, вот это к месту нашего разговора, почему об интересах вокруг Кореи, да? Мы сегодня находимся... Наша страна находится в неком таком регионе, который всегда назывался Пахровой погреб Европы, да? Балканы. Да? Харпата, Балканский регион. И вот сейчас у нас, как бы, мы тоже находимся в таком интересном месте, где к нам есть интерес, да? Вот какой-то держав, да? И мы наносим в таком огнеопасном месте. Почему? Потому что, посмотри, какие происходят процессы. У нас по территории нашей страны разъезжает бывший президент другой страны, агитирует отказаться от государственности, да, и объединиться с другой страной. В интересах политического, там, будущих выборов, перегруппировки партий на это никто не обращает внимания. Но на самом деле это опасно. Вот на днях буквально венгры заявили, да, вот о том, что они собираются поддерживать Трансильванию. И я, вот, думаю об этом, что может произойти, да? Вот представь себе, венгры вступятся за венгров в Трансильвании. Румыны вступятся за румын в Северной Буковине и Южной Бессарабии с украинцами склестнутся, да? Да. Да. Русские вступятся за 200 тысяч российских граждан в Пренестровье, которые тяготеют к ним, да? Турки вспомнят о Гагаузах, Болгара до Бруджи, да? Произойдет такой замес, да? И что произойдет дальше? Дальше, как по украинскому конфликту, мы видим. В Брусселе будут называть многочисленные совещания, заявления. Вон как на Каталонию они отреагировали. То есть, да, план номер один, декрет номер два, три, четыре. На самом деле, что здесь, да? Где-то за океаном, наверное, будут потирать руки, потому что заставили проблему. Из проблем всегда почему? Потому что можно будет подбросить и наших негодяев из гражданского, так называемого, общества. И плюс хорошо торгнуть оружием, понимаете? Вот как сейчас, да, происходит, да? Вмешается в это и другие страны, у которых есть, уже умеют, научились формировать и гражданство общества, и хорошо торговать оружием. Но на чей-то шкуре будет? На нашей с вами шкуре. То есть, мы настолько сегодня... И на шкуре румын, и венгров. Разорили, разорили бедные. И на шкуре румын, и украинцев, и венгров. Нам только сегодня не хватало, чтобы у нас события развивались таким образом, чтобы на первый план вышла сволочь в костюме цвета хаки, да? Начала командовать, да? Вот это самое страшное произойдет, да, когда? Поэтому, ты знаешь, вот я иногда думаю, что вот была такая помощь... И уроки соседней Украины ничему не улучшат, а знаешь, почему, Валерий? Тут есть еще одна вот такая вещь. Люди устроены таким образом. Вот помнишь, когда там в Афгане еще нас это не касается? В Сербии, там, рядом, не так далеко от Балкана, тут рушится все. Нас это не касается. Там не касается, там сам не касается. А между прочим, вот это... Кто еще мог подумать еще несколько лет назад, что такое полыхнет, допустим, на Украине? Мы прошли опыт Приднестровья. У нас есть немножко в голове эта память о том, чем это заканчивается. А там казалось, да нет, це молдаване дурны, а мы вот тут просвещенные. А нет. И вот поэтому то, что ты говоришь, я почему по ним упомянул, и румын это касается, и тех же венгров это касается, и других наших соседей. То есть никогда не думай, что если у соседа горит дом, то вот эти вот искры не попадут, и у тебя не будет рано или поздно то же самое. Вот мне кажется, Валерий, вот это основной урок. Люди, будьте бдительны. Помнишь, я часто передачу заканчиваю словами Юлии Софучика. Будьте бдительны. Никогда колокол звонит. Если где-то звонит колокол, он звонит и по вас. Вот мне кажется, Валера, вот то, что ты зацепил эту тему, это очень важная тема. Это очень опасно, понимаешь? Это опасно, потому что наши политики играют в эти игры с большим удовольствием. Они позволяют им решать свои местечковые интересы. Одним удержать власть, которые потеряли рейтинги, потеряли вместе с рейтингом и совесть. Другим взять эту власть и так далее. Но, честно говоря, это очень опасно, потому что в один прекрасный момент эти события могут выйти из-под контроля. То есть, они уже не будут подконтрольны им. Ими будут играть, понимаете? Помнишь, мы с тобой говорили о том, насколько порочна и ошибочна теория управляемого хаоса? Да. Вот все управляемые, хаос там можно. Подождите, ребята, хаос и управление – это несовместимые вещи. Рано или поздно вот спичку кинул куда-то и думал, а вот тут травка выгорит, и я тут на лужаечке буду что-то там сажать. А тут сухостой в лесу начинает гореть. И начинается такое, и тогда ни пожарные бригады, ни команды, никто пока не выгорит, пока не погибнут, моря крови не будет, не успокоится. И вот эта глупость человеческая, вот это хождение на краю беды, вот эта игра с хаосом, рано или поздно заканчивается большой бедой. И так, хаос неуправляемый, и играться с хаосом нельзя никому. И вот это вот как раз, мне кажется, то, что ты зацепил, что ну что там, там чуть-чуть, там наврали, там нахимичили. Да, вот наврали, да, действительно, знаешь, вот даже сегодня, глядя, вот сегодня даже спикер парламента утвердил закон о запрете российских телепередач, да, это называется «Борьбой с пропагандой». И самое интересное, знаете, вот, ребят, подождите, вот, знаете, надо бороться с российской пропагандой. А почему не надо бороться с американской пропагандой? Я ничего не имею против Америки. Они молодцы, они защищают свои интересы, они их продвигают. Скажем так, каждый продвигает свои интересы, это понятно. Если им позволяли сделать, стать мировой державой и мировым жандармом, почему бы и нет? Они извлекались из этого хорошей темы. А теперь истерят, потому что теряют позицию. Теперь истерят, потому что многие против этого, да, это как вот с нашими телезрителями, да, многие с этим не соглашаются. А наши продолжают тоже. А наши продолжают соглашаться, да. Да, ну вот я удивляюсь, почему, говорю, ребят, подождите, что значит фейки? Вот российские фейки. Ну хорошо, российские неправильные новости. Я не исключаю, да, нет святых людей на земле. А те фейков не делают. Сам Трамп кричит. А давайте вспомним. Внимание, сам президент Соединенных Штатов в своем вот этом самом Твиттере все время говорит, это фейковые новости, люди добрые. Президент США обвиняют. Тем, что Россия вмешивалась в их кампании. На что другие сказали, ребята, подождите, пять, несколько лет назад, мы слышали, десять лет назад, мы слышали о том, что в Ираке и трясливые ООН к пробирками производят оружие массового поражения. Потом это выяснилось фейком. Но из-за этого было развязано... Не выяснилось, что в пробирке была мука какая-то, да? Нет, но это закончилось кровопролитной войной, в которой были втянуты, в Ближний Восток был втянут. Погибла куча народу. Миллионы людей погибли и стали беженцами, да? Такие несчастья. И за это никто не отвечает. Подождите, ребят. И что? Тони Блэр покаял. Помнишь, Тони Блэр покаялся. Да, да, да. Но его за решетку никто не посадил. Более уверен, что через пять лет... Слышь, рядом... Валера, я что хочу сказать. Рядом с повешенным бывшим главою Ирака Саддамом Бусейным... Никого не расстреляли. Больше никого не повесили рядышком. А там много для кого петель было уготовано. Ну, Саддама, ты знаешь, почему повесили. Ну, понятно. Если бы он заговорил... Он бы такого рассказал, что было бы... Да, да. И как с Америка, с семьей Буша целовались за Соси, с Рамсфельдами, с другими... Он слишком много знал, и вы убрали. Да, он слишком много знал. Как и Чаушеску, кстати. Да, как и Чаушеску, да. Хотя сейчас существует тоже версия о том, что и Чаушеску это было согласованное, так сказать, между Западом и Горбачевым было согласовано решение, потому что есть такая версия о том, что Чаушеску, думая о том, чтобы обеспечить такую как бы для Румынии роль, да, вот как бы не просоединившись с страной, страны, которую никого не бросит, у Румынии есть серьезный запас. Урана. И там говорят, что была своя программа создания, как у Ким Чен Йира, ядерное оружие. Если бы Чаушеску появилась бомба, черт бы два, его кто-то тронул. Кто бы его расстрелял. Кто бы его расстрелял, да. Понимаете, там была проблема. Ну вот здесь действительно... Вы правы, Виктор. Здесь действительно мы на такой грани оказались, да, и вот мы оказались в какой-то точке, наша страна, где нашим политикам хотелось бы, чтобы они не были как слоны в посудной лавке, то есть они были очень внимательными, да, чтобы они... Хотелось бы, чтобы они подумали об интересах страны, а не только о своих личных интересах, по той простой причине. Ну, а с другой стороны, что жаловаться на них, да, если люди им позволяют это. Если люди готовы броситься друг на друга в схватки, да, и начистить друг другу буквально, грубо говоря, морды, для того, что ты за Восток или за Запад, ты за Россию или за Америку, там, ты, хотя это настолько так далеко от нас интересы, да, что вот я уверен сегодня в США собери там людей на улице, спроси, где Молдова и что там происходит. Да, понятия не имею. Никто не имеет понятия даже, да, но тем не менее. Даже если этим ребятам на улице США, вот я был и в Штатах, и в Китае работал долгое время, а в Штатах вообще был приглашенный, там, от Госдепартамента служба, и мы там работали и в Конгрессе США, то есть я насмотрелся, вот, и имея вот эту возможность, как бы сравнивать, в том числе, что они знают о нас. Вот, это очень интересно. Вот, в Китае, там, многие спрашивают, там, что такое молодого, это что такое? Ну, и я им объясняю. Я говорю, вот это Уклайна, ну, в Китае буквы Р нет, это Ломания, Уклайна, Ломания объясняемая. Кстати, Россия, у них элосы, элосы, вот, я говорю, вот, между ними китайцы чешут, а, говорит, а где-то Уклайна и Ломания. То есть, если мы такого порядка малости вообще никак, да и вот эти Ломания и Уклайна для них, я говорю, рядового обычного, вот, китайца на улице, это, это еще вопрос. Хотя, мне кажется, Виктор, что мы, мы скоро, вот как румыны, да, и мы, а может даже и украинцы, почувствуют присутствие Китая здесь все-таки, вот, экономическое присутствие. Да, смотри, что происходит. Китай сейчас ломится в Европу. Вот, я, когда работал с 2002 по 2004 в Китае, я помню, это бесполезно было говорить с зарубежными дипломатами. Я говорю, ребята, посмотрите, гигантно рождается на ваших глазах, это будет, говорю, супердержава, не пройдет там каким-нибудь 15-20 лет и, может быть, номер один будет. Да, 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 они сейчас на втором месте. Они с меня смеялись, ну, господин посол, ну, надо, вы профессоры такое несете. Я говорю, именно потому, что я профессор, я вам объясняю, что, какой потенциал, как вот проглядели, и вот, когда очухались, начали истереть. Что произошло сейчас? Капиталы Соединенных Штатов поплыли в Китай, потому что там, куда идет деньга? Там, где норма прибыли выше... Чтоб обещал прекратить Трамп. Да, Трамп пришел и говорит, сабельки вытеркинаем, мы тут раз, два, три все прекратим. И надо сказать, вот единственное, что он вот сейчас сильно возделал, хотя все говорят, это не его, мол, заслуга, но это его заслуга, это он изменил, вот это налоговое законодательство. Я считаю, что вот это реальная попытка Трампа остановить вот это сползание Америки в никуда. А что касается Китая, Китай-то на самом деле, это страна, которая давно стала мировой фабрикой. Это страна, которая реально управляет мировыми процессами. И китайцы, вот с корейца этого смеялись, вот пончик, мол, дескать, там машет атомной бомбой. Это не пончик, это умнейший парень, это внук Ким Ирсена, создателя. Кем был Ким Ирсен? Ну-ка вспомним, капитаном Советской Армии. И Иосиф Ирсенович сказал, вот поезжай туда, в Корею, возглавь сопротивление, и после смерти Сталина, когда Ким Ирсен увидел, как Хрущев и другие издеваются над памятью Сталина, Ким Ирсен сказал, хорошо, я буду корейским Сталином. И Ким Ирсен стал им. А потом его внук, Ким Чен Ын, обычно на сыновьях отдыхает природа, а на внуках она опять восстанавливает. Он показал себя блестящим стратегом, он разобрался со своим окружением всей роднёй, которая там, это самая большая опасность. Он страну объединил, и сейчас вот эти две Кореи, не дай бог, чего боится вся окружающая среда, США боится, и Китай боится, и другие. Представь себе, Япония тем более, две Кореи объединяются не прямо в засос, как Берлинская стена, а просто объединяются следующим образом. У этих ядерное оружие, у этих сумасшедшая экономика. Вот представь, вот такая, и вот эти переговоры начались. Вот они уже согласны вместе пройтись чуть ли не по стадиону там и так далее. А ну представь себе, что зародится в этом регионе. Ну, Новый Лев. И почему? Потому что вот эта вот азиатская приверженность патриотизму к своему роду, народу, она неистребима. На ней поднялся Китай, на ней поднялась Япония, чуть раньше Китая. Мы хотим сказать, что им бесполезно рассказывать сказки деспер принципи Шива Лори. Да, и болтовню все это. И что, Запад нам поможет? Никто не помог, ни Китаю, ни Корею, ни Японию. Никто. Они сами поднялись. И вот, если Валерий вот этот год как бы подбить, значит, смотри, что мы видим? Монополярный мир рушится, считай, что все, время монополярности, истерия. Но об этом еще говорил в конце 90-х, об этом говорил патриарх, человек, которого безмерно уважаю, с его дипломодельским годом Евгений Примаков. Но Примаков предупреждал. Он сказал, что это его не будет, он сказал. Валерий, смотри, мудрейший Примаков, он это провидел. Он предупреждал. Но вот 17-й год, на мой взгляд, это год переломный, когда окончательно вот этот маленький конфликт с Северной Кореей, маленький конфликт, показал, что все, дракон вот этот или орел, орел сдулся, он уже ничего не может. Надо быть дураком, чтобы не понимать. Не понять. А теперь для нас какие выводы? Если мы будем продолжать слепо следовать в порватере, что говорит посол США, и что он не говорит, а надо еще угадать, что бы он хотел сказать, то этот путь никуда надо. В этой новой конъюнктуре, которая в мире завязывается, конфликтность растет. Это безусловно, мы это все чувствуем. Но именно это, как Высоцкий говорил, отбирать наши пяди и крохи, вот этот суверенитет, самый момент, когда его надо все больше заявлять о себе, а не ходить вот так вот, как Суцкий. Ты знаешь, один американский дипломат... Украина показала, чем это качать. Один американский дипломат, который долго занимался и Приднестровским урегулированием, хорошо знает нашу страну, он сказал слова, очень созвучные тому, что мне говорил один из наиболее уважаемых наших послов здесь, да, вот российских, Папкин. Он мне говорил, что, Валерий, ты знаешь, одна из немногих стран, которые заинтересованы в существовании молдавского государства, это Россия. И я много раз убеждался в его правоте. А вот этот американский дипломат как-то тоже сказал одни слова. Он сказал, что если бы такого государства, как Молдова, не было, его надо было придумать, чтобы не развязать этот пороховой погреб в этом регионе. Это редкий случай, когда и Россия, и США заинтересованы в существовании Молдовы. Ты помнишь, когда ГИМП в истерике катался по полу, когда посол США сказал, идея объединения с Румынией не самая удачная идея. Как так? И в Госдеп стали жаловаться. А в Госдепе сказали, цит, он сказал то, что надо было сказать, они не понимают. Хотя, 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 нет, Виктор, но хотя я не скучаю, что некоторым кругам, скажем так. Валера, чихать мне на круге. Меня интересуют интересы Госдепа, и меня интересуют интересы Кремля. Вот это реальные игроки. Нет, это так. Все остальные они бы хотели... Посмотри, Валера, что получается? Ни те, ни другие не заинтересованы в том, чтобы Молдова исчезла с картой. Им это не надо. Что значит, она исчезает от карты? Ее надо или к Украине лепить, внимание, или к Румынии. Без случаях проблем. Внимание, никогда американцы, как настоящие империалисты, не шли по пути, они шли в объединение. Только ДВД, это импера, разделяй и властвуй. Вот смотри, распилили Югославию, хотели косовары к Албании, а им сказали, э-э, нельзя, вот будете автономными, какими выходит. Почему на Россию бочки покатили? Потому что Крым присоединили. Если бы это было в статусе Осетии, там, Южной и так далее, никто бы особо там не переживал. Но это нарушение вот этого принципа, разделяя властвуй. Путин и Россия, и крымчане, главное, сами, осмелились объединиться. Вот что не простили Обама, там в истерике все были. Я еще раз говорю, каждая дипломатия имеет свои принципы. Особенно имперская дипломатия. Никто не заинтересован в том, чтобы Молдова присоединилась куда-то. Никто реально не заинтересован. А тогда, ребята, а давай мы играть тогда будем по-другому. И если сейчас в блистательном доме на горе проблемы, если проблемы в других местах, в Европе, я имею в виду, Евросоюз, а что бы нам не возбухнуть и сказать, так, ребята, мы существуем? Существуем. Вы что у нас забрали право на то? Или что вы нам диктуете? Дипломатия – это искусство торга. Это искусство возможности. А у нас все. Что бы вы еще хотели? Российские каналы вырубить? Давайте вырубим. А давайте еще что-нибудь вырубим. А вы бы не хотели того. А вы не хотели. Это холопская. Это немудрая политика. Неуважаемая позиция, скажем так. Вот ты хорошо сказал. Самое интересное, что еще этот момент, что наши многие политики, ведь по большому счету они заинтересованы в этом. И в существовании этой пропаганды, и в существовании и Приднестровья, и так далее. В противном случае они потеряют просто интерес к себе, со стороны Америка. Ну, знаешь, есть страны, которые… Нет врага, нет электората. Ты согласен? Нет врага, нет электората. Почто получать копейки, которые идут на, скажем так, на строительство новых особняков и так далее, и так далее, под видом помощи, да. Вот. Разворовывается, а время их выплаты ложится на несчастных людей, которые уже… У нас 6 миллиардов, по-моему, уже, да, внешний долг вырос. Хороший долг. Хороший, да. Хороший долг, да. Вот. Где-то на уровне ВВП, по-моему. Вот. Это официально, да. Говорят, что если больше половины внешний долг солей, больше половины ВВП, это уже как бы говорит о… плохом показателе больного, да. Ну, кстати, у Америки что с гаком, там ничего. Нет, ну, если бы мы печатали доллар, как они, тогда нас бы это не волновало, знаете. А в нашей ситуации мы, к сожалению, не печатаем доллар, и поэтому будем делать то, что нам скажут, а если будем делать то, что нам скажут, будем делать во вред себе, не во вред, в интересах других стран. Поэтому я говорю, что вот наши политики, они ведь тоже заинтересованы и в существовании в Приднестровье, и в существовании этой напряженности, да, и в существовании этого геополитического столкновения, да, в нашей территории. Почему? Это возможность привлекать в себе внимание, ублажать кого-то из внешнего, да, и получать свои дивиденды, да. Хотелось бы, конечно, чтобы среди этих дивидендов были и дивиденды тех людей, которые здесь живут. Хотелось бы и наши дивиденды. Но как мы с тобой начинали передачу спасения утопающего, дело рук самих утопающих. И ни Запад вам не поможет, ни Восток, ни никто. Никто нам не поможет, ни царь, ни герой. Добиться освобождения можно собственной рукой. Можно только думая, можно только сопоставляя. И уважая себя. Уважая себя и тех, с кем ты живешь в этой маленькой стране. Не добавить, не убавить. Спасибо. Перед вот завершением нашей программы, вот подводя черты, вот я себе позволю сказать, что высветили у вас в нашей беседе, дискуссии. Высветило следующее. Переломный момент, 17-й год. Вот, кстати, опасная аллюзия. Очень опасная. 17-й кровавая аллюзия. Раз, значит, что мы увидели? Мы увидели в этом столкновении с маленькой Кореей, что время доминации одной единственной супердержавы прошло. Да, Кедми тогда посмеялся. Многие над ним помнят, что теперь сняли. А он сказал, а что он ему может сделать? А ничего ему не сделает. Да, помнишь, мы с тобой, якобы, Кедми несколько раз цитировали. Вот многие Кедми там обвиняют, потому что он там чуть ли не там кремлевский, но в самом деле он сказал мудрую вещь. А ничего он не может ему сделать. И Кедми как опытный разведчик, как человек с огромным жизненным опытом, и просто мудрый человек. Как ты будешь их бомбить? Второе, что мы сейчас поняли? Мы сейчас поняли, что в этой конъюнктуре всей никто не заинтересован в том, чтобы лепить что-то к другой стране. Молдовы не к Украине и не к Румынии. Виктор, ну ты не удивляешься, что... Этого не позволят ни США, ни Россия. Представляешь, как это обидно? Вот парадокс. Представляешь, как другой парадокс? Что мы никому не надо? Нет, нет, нет. Есть еще другой парадокс, понимаешь? Внешнем есть внешние силы, влиятельные, которым не нужно, чтобы мы исчезли. А нам самим, это как-то по барабану, как говорят... И самое главное, мы не умеем играть на этом. Мы не хотим это использовать. Мы не хотим использовать эту всю конъюнктуру для того, чтобы действительно сохраниться и остаться, да, вот, и выжить на этой маленькой нашей лодочке всем вместе, да. Мы с удовольствием играем интересы одних, других, третьих, и тем самым делаем в нашей лодочке все новые дырочки. Так у нас плохо. У нас вот в стране не существует... Вот я, так как бывший дипломат, вот голову на отсечение делаю. У нас не существует национальной, в плане нашей, многонациональной нации, национальной, государственной политики международной. У нас политика, которая должна защищать интересы, как это есть у Китая, там, у той же Голландии, там, бог знает... Но почему-то неправо есть. Запад нам поможет, Европа с нами. Нет, не, подожди, а другая половина надеется, что Москва... Москва нам поможет. По-моему, Москва своих проблем хватает. Если ума не будет, никто тебе не поможет. Так вот, я хочу сказать, у нас нет четкой и ясной национальной политики. Она подменена партийными интересами. Они ориентируются на один обком, другие на другой, на третий. И вот мне кажется, что вот наш президент, с которым играются, тот дает полномочия, тот забирает, да, веселый. То он работает, то он безработный, не поймешь, что вытворяет. Это единственный человек, Валер, который ясно и четко сказал, и вот не хотят его слушать. Он говорит, мы же не говорим, что мы против Запада. И мы не говорим, что мы прямо в объятия России. И мы не говорим, что мы там против России, в объятиях, как другие говорят. Мы должны иметь свою государственную международную политику, которая должна быть направлена на одно, чтобы наши люди жили лучше. Да. Вот и все. И одна вещь. И никто из президентов наших такого не говорит. По-моему, самое интересное, что даже в том лагере, с которым спорит президент, когда я с ними разговариваю, они признают, что ссориться с Россией, это вопреки своих интересам. Об этом говорит премьер, об этом говорит спикер, все понимают. Да, все понимают, все говорят, что это нам во вред, мы потеряли сумасшедшие. А программы закрывают. Сумасшедший рынок потеряли, на котором мы зарабатывали миллиарды долларов, и привезли сюда какие-то несколько цехов по завязыванию проводков, и это раздуваем. Великое достижение. Да, да. Мы говорим о том, что мы там покорили Европу, а вдруг выясняется к концу года, что мы, оказывается, даже только по сливам мы выкупили свои беспошлиные пошлины на экспорт. Понимаешь? По остальному все провалили. То есть мы не можем даже то, что нам льготно, да, беспошлино, мы не можем это заполнить. Понимаешь? Самое главное, мы не видим рулевого. Да, я хочу спросить, а почему вы же тогда отказывались от такого сумасшедшего рынка, как в России, где вы зарабатывали миллиарды даже в тех же 90-х годах, где у вас было веками завоеванное место, да? Потому что никого не волновало. Ну что? На этой... Как это? Грустной ноте. Почему грустной? Оптимистической. На потери рынка. Вот смотри, помнишь слово оптимистическая трагедия. Я знаю одно. Пока человек не вляпается куда-то, пока он не увидит, что так больше жить нельзя, у него не появляется в голове просветление. Желание перемен. Я думаю, что вот в 17-й год, если это был год перелома, должен стать годом просветления. Но не дай Бог, чтобы он дал годом столетние события, столетние давности, вернувших Россию в эту кровавую бойню, которая как бы потом прошла сплотить сумасшедшую цепь, за то, чтобы ликвидировать ее последствия. Вот это нам дает, да Бог нам бодрости. Валера, я круче говорю, я оптимист, я считаю, что это должен быть годом просветления. То был перелом, когда рогами уперлись в ворота, да? И сейчас должен быть просветление. Надо делать выводы. Я верю, что люди все-таки обладают разумом. И как сказал, помнишь, Гоя, сон разума рождает чудовищ за пробуждение и за просветление умов человечества. Твоими благостами. Обнимаю. Спасибо. У нас в гостях был Валерий Демидетский. В общем, усилием мы все-таки пришли к оптимистическому, так сказать, слогану. призыву, веря, веря в то, что разум человека все-таки вещь труднопобедимая. И даже такие древние биологические инстинкты, как страх, жадность, соблазны, тяга к насилию, они все-таки перед светом разума заползают в тени. и так сон разума рождает чудовище, а свет разума заставляет их заползать и ведет человека к единственной достойной цели, к становлению личностью. Обнимаем вас, желаем вам всего самого лучшего в наступающем по-старому новом году. Вечно любящий вас Виктор Иванович, Барыш Геордж. Редактор субтитров А.Семкин